Итак, сейчас мы вам расскажем о навесном оборудовании, которое устанавливается на скафандр перед выходом. Различные оборудования. Это и карабинчики для фиксации, в космосе, чтобы не улетели, снимаемое, либо выносимое оборудование, инструменты, ну и так далее. Ну это OTA, так называемый, Arlan Tether Adapter, который устанавливается жестко к нашему скафандру в двух точках крепления. На него крепится свинг-арм, вот такая разворачивается небольшая платформа, или рука свинг-арм. На свинг-арм вот такой тулкеди, это небольшая платформа для установки оборудования, скажем, вот ключ-ключ, заглушка кабельная для затяжки болтов, гаек, вот такой ключ-трещотка. Очень удобно при работе в перчатках с ним. Ряд карабинчиков. Это Small, Small Retractable Tether, так называемый Red. Вот он. На него можно зафиксировать какое-то оборудование. Вот, скажем, те же самые выносимые крепежные элементы, чтобы он не улетел до установки. После установки элемента крепежного, естественно, карабин цепляется. Есть большие Retractable Tether, Large и Small. Это для более крупного оборудования. Необходимым оборудованием скафандра является камера GoPro. Вот так она крепится на скафандре и снимает под широким углом все, что мы делаем снаружи станции. Чтобы камера не перегрелась или не перехладилась, вот мы ее в таком гермобоксе, во-первых, она находится. И закрыта FT, экранно-вакуумной теплоизоляцией, чтобы быть в сохранности. Такие камеры на обоих скафандрах крепятся. Кроме того, крепятся на шлем американские камеры. И за нами также следят стационарные камеры, которые фиксируются снаружи станции, которые стоят на руке ССРМС, на манипуляторе канадском. И по трассе есть шесть камер, с которых ведется наблюдение за нашим выходом. Вот то, что касается видеосопровождения. Сегодня в подготовку к выходу наша задача была при подготовке к выходу сформировать вот такую кладочку, которую мы берем с собой. На первый взгляд может показаться, что все это хаотично. На самом деле все глубоко продумано и рационально. Вот внутри такой кладки мы можем ее открывать в скафандре, в перчатках. Есть укладочки гермоблок. Вот такие вот. Каждая вещь, должен сказать, внутри этой укладки, внутри этого контейнера, фиксируется вот такими вот ретами они называются. Retractable Tether. Элемент фиксации, чтобы ничего никуда не улетело, все должно фиксироваться. Вот данные гермоблоки, их три штучки у нас, предназначены для взятия проб снаружи станции на выходах клапанов системы электрон, а также зоне работы двигателей. И потом все это будет изучаться на земле, эти пробы. Кроме того, снаружи укладки крепится вот такое устройство. Я вам покажу. Вот с такими чистящими головками, которые предназначены для очистки наружной поверхности стекол иллюминаторов, которые за время полета станции, вы знаете, что это уже достаточный срок, покрылись такой пленкой маслянистой от работы двигателей, которую необходимо счистить, чтобы восстановить пропускную способность. Вот такие две укладки мы подготовили сегодня. Вот про эту я еще не рассказывал. Тут есть ножницы, при помощи которых мы будем резать кабель антенной. Вот примерно такой он толстяный, поэтому ножницы механические, с усилием. Антенна закреплена, которую мы должны будем поменять. Карабинчики. И элементы крепежные. Ну, наверное, это немного вам о чем говорит. Но, тем не менее, вот такие две укладки мы понесем с собой на выход наружу. Это то, что касается сегодняшнего дня. Следующий этап – это подготовка скафандров к выходу. То есть смена заменяемых элементов. Это литиевый патрон, кислородные баллоны новые, прокачка гидросистемы, ну и так далее, и так далее. Там много очень работ по скафандрам ведется. Опрессовка, проверка герметичности. Это ждет нас в очень недалеком будущем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...